Всем доброго времени суток, друзья! Вот захотелось какого-то волшебного разноцветия такого. И сегодня у нас разноцветия из трех абсолютно разных колод. Предлагаю не использовать вспомогательные фигурки, потому что очень яркие рубашки, которые сами по себе, я думаю, дадут вам возможность выбора. Тема излюбленная, тема бумеранг, которую ждет обычная аудитория. Я не помню, когда был последний расклад на бумеранг. Если посчитаете, я думаю, что хоть пара недель прошла, поэтому можем уже дублировать. Три позиции. Первая, вторая, третья. Если на эту или другую тему вы хотите индивидуальную консультацию, то в пункте 3 прикрепленного комментария в описании к этому видеоролику. Здесь зависит от соцсети, в которой публикуется данный видеоролик. Где-то можно прикрепить комментарий, где-то нельзя. Но в любом случае в описании ссылочка на видео, в котором подробно, с уважением к вам, объясняется, как именно вы можете получить индивидуальный расклад для себя. Вы можете загадывать хоть по порядку выкладки. Первая, вторая, третья позиция. Хоть по порядку открытия. Но и хоть по рубашке. То есть, может быть, кто-то просто загадает колоду. И скажет, а я хочу вот именно эту колоду смотреть. Мне без разницы вообще, когда ее будут открывать. Так тоже можно, естественно, пожалуйста. И для тех, кто загадал позицию номер 3. Давайте позицию номер 3 оставим. С нее начнем. Она первая по порядку открытия. Давайте же посмотрим, что нам здесь расскажется. На ближайшие пару месяцев иногда сроки могут быть дольше по бумерангу. Но мы посмотрим давайте на пару месяцев. Ха-ха. Но здесь, вы знаете, у человека такое ощущение. Я бы не сказала, что бумеранг прилетел, но он в пути. А пока у человека как будто бы перекрыты дороги. Вот ощущение, что знаешь, дорогой, ты посиди-ка подумай вообще над своим поведением. Что ты вообще творишь? И прочее. Кстати, вы можете думать, что у человека сейчас все хорошо. То есть, ничего не поменялось. Все как есть. А на самом деле у человека могут сейчас начаться проблемы по здоровью. Проблемы с сердцем в том числе. И человек вдруг для себя неожиданно может обнаружить, что ему очень хочется сладенького. И он начал набирать вес. То есть, здесь вплоть до того, что могут быть инсулино-резистентные какие-то состояния. И состояния, которые граничат с диабетом. Для кого-то и это тоже будет актуально. Отсюда большие финансовые проблемы. Но это где-то в течение пары-тройки месяцев может быть история. Причем, знаете, насколько глупо могут быть деньги потерянные. Если на здоровье, на какие-то диагностики, это один вопрос. А другой здесь вопрос в том, что у человека может быть проблема с деньгами из-за того, что его близкие неправильно с ним обошлись, не дали какую-то информацию, припрятали какую-то сумму денег. То есть, вот здесь именно не совсем честное поведение людей рядом. Именно такая ситуация, когда те, кто, казалось бы, должен поддержать, они скрывают как раз-таки какие-то моменты, которые связаны с финансовой деятельностью человека. Вот из области «да, я тебе верну на следующей неделе» и не возвращает. То есть, здесь вот столкновение с безответственным человеком, который мало того, что может поступить по отношению к загаданному лесу не очень хорошо, но еще и потом во всей этой ситуации попытается этого человека сделать виноватым. «Ну, ты сам виноват. А что ты не знаешь, что вот мне деньги нельзя доверять? А зачем ты дал мне тогда? Ну да, там я играю в автоматы». Вот здесь такая, может быть, я усугубила этим примером. Здесь каждый, конечно, увидит что-то свое. Я вам просто даю образцы ситуации, когда это может быть актуально. И здесь такая история, когда человек может говорить о том, что, причем близкий, когда что-то случилось и неправильное что-то, может говорить о том, что «да, у тебя своя голова есть, а что ты меня слушал?» То есть, может быть, даже близкий человек давал какой-то финансовый совет, из-за чего были потеряны большие деньги, из-за чего что-то не получилось или получилось с убытком. И вот тут вот вступает в игру тот, кто говорит о том, что «у тебя своя голова на плечах, это твои деньги, вот ты с ними и разбирайся, а я здесь ни при чем». Общие перспективы печальны для человека, потому что эта ситуация, скорее всего, затянется на достаточно долгое время. И разбираться с ней придется далеко не 5 минут. Вам предостережение совет, не пытайтесь как-то предупредить, направить, заставить человека правильно действовать в этой ситуации. Просто придерживайтесь своих правил. Если человек придет, то да, вы можете дать ему совет, но сами не пишите, не звоните, не говорите о том, что «О, Юрик, я же знаю, вот надо, наверное, тебе помочь, скажу, а то, что ты дебил, сейчас что-нибудь сделаешь не то». Нет, вообще не появляйтесь, не проявляйтесь, тем более не делайте работу за этого человека, которого вы загадывали. И ни в коем случае не надо свои ресурсы расходовать на то, что этот человек должен сделать сам. У вас здесь ситуация именно такая, когда человек сам может прийти к вам, уже понеся какой-то ущерб за советом. То есть он может прийти и сказать «Марин, скажи, я вот прав был или по-другому?» И тогда вы уже можете высказать свое какое-то мнение. Ну просто лечить человека на ровном месте, когда у вас совет не просили, здесь не нужно. Постарайтесь быть достаточно дипломатичны, по-хорошему разговаривать с человеком, но дать четкую, внятную информацию, которую вы можете предоставить. Смотрите, здесь очень интересно идет на позиции женщина. Обратите внимание на женщину, знака воды или воздуха, жесткую, иногда без компромисс. Но у кого-то имя Ира здесь будет просматриваться. И постарайтесь вот как-то без обидной нагрузки эмоциональной взять с нее пример и сказать так, как сказала бы она в этой ситуации. То есть вроде бы и сказали, вроде бы и не обидели. И вроде бы отношения сохранили, если вам оно надо. Ну а если отношений нет, по крайней мере, не вызвали какую-то волну возмущения и негатива. Для тех, кто выбрал позицию номер. Номер раз. Мишки у нас. Пандишная колода. Ну здесь смотрите, здесь вот такая ситуация, когда человек, которого вы загадали, ожидает какой-то подмоги, помощи по работе. Очень переживает по этому поводу. Но знаете, как он хочет? Он хочет, чтобы плоды его труда, не важно, он работает или он пенсионер, просто чем-то там в свое удовольствие занимается. Я очень хочу, чтобы мне помогли. Или чтобы мне дали денег. Или чтобы там за меня отнесли, принесли что-то. Но я скажу, что это моя заслуга все равно. То есть даже если мне будут помогать, я хочу, чтобы моя заслуга здесь ставилась во главу угла. Будет защищать свою позицию. У нас я, я, я головка от патефона. И здесь человек на этом и погорит, собственно, именно на том, что он забудет тех, кто ему помогали в решении его проблем, задач или трудовых каких-то действий. Может сказаться на финансовой сфере этого человека достаточно серьезно. Потому что, знаете, как если не выразил благодарности, то в следующий раз и не помогут. Ну и даже не только не помогут, а могут и как-то не особо лицеприятно отозваться. Человека ждет какая-то сумма денег. Вообще весь в деньгах, в работе, в делах, в каких-то таких моментах, которые мало касаются эмоций, чувств. Человек больше нацелен на решение каких-то бумажных вопросов. Уж юридических или нет вопросов со здоровьем. Получение какой-то справки для него сейчас важно. Но для этого человека особо не важно то, что касается душевной составляющей происходящего. Получит, но с трудом, какую-то сумму меньше, чем ожидал. Ну я вам скажу так, что в принципе, если он очень по-хорошему относился к своим близким, к семье, к друзьям, к родным. Да, вот те, кто рядышком находится, они тоже будут отдавать ему должное, тоже будут ему помогать, поддерживать, быть рядом, душевно как-то соприкасаться. Но если сделал гадость кому-то из близких за последнее время, последние полгода, несколько месяцев, то прилетит тем же концом по тому же месту однозначно. Если отказался помочь, ему откажутся помочь. Если сделал какую-то пакость, ему вот вровень, точь-в-точь гадость такая же прилетит. Общие перспективы. Ну вот смотрите, большие переживания, большие эмоции, большие какие-то проблемы морального характера из-за финансовой сферы. Вот вопрос в деньгах и все вокруг этого крутится, как-то упирается именно в деньги, именно в то, что будет решаться по финансовой части. И затянется для него вот это волнение побольше, чем на пару месяцев. Это может быть сроков 3-5 месяцев побольше, прямо до 5 месяцев. Предостережение и совет. Ну вот смотрите, не лезьте ни в коем случае в эту ситуацию, не принимайте по ней никакие решения, в том числе с помощью третьих лиц. То есть не говорите там, Жан, ну пойди, Коля, скажи вот то-то и то-то. Не надо вообще сюда, не надо лезть. Обратите внимание на свои эмоции. Вернитесь в те эмоции, которые бы вы хотели переживать. Вы можете вообще показать свои эмоции, защитить себя эмоционально. Вот в этой ситуации сказать, а я хочу вот так, а я считаю вот это правильно. Можете, имейте полное право. Но при всем при этом не привлекайте посторонних. Потому что если сюда лишние люди попадут как-то, то эмоциональную нагрузку эта ситуация будет уже иметь другую. То есть если поругались с супругом, не надо там тетушек, мамушек, свекрови, тещь звать. Это только испортит ситуацию. Решайте вот все на месте друг с другом и постарайтесь сделать так, чтобы чем меньше окружающих знали о проблеме какой-то, которая есть в отношениях между вами, тем это будет лучше. Тогда это быстрее закончится. Ну вот иногда бывают такие ситуации, когда, знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Это тоже как вариация. Но смотрите, насколько вам надоело или не надоело эта ситуация. Ну конечно, позиция. Первое, второе, третье компот. Компот из вишни и басакура. Смотрите, ну человек пока что накапливает основу для звездюлей в свой адрес. То есть пока что на сегодняшний день человек еще интуитивно понимает, что он может пока что еще сделать несколько хотя бы гадостей. И только после этого будет что-то, вот как-то прилетать. Прилет здесь будет однозначно, потому что человек накапливает и практически уже накопил. Осталась последняя капля для того, чтобы этот ушат с холодной водой перевернулся над головой самого человека. Давайте посмотрим, каким концом, по какому месту будут шарахать. Ну смотрите здесь, какая история. Здесь можно сказать, что финансовую сферу своей жизни сейчас человек не очень воспринимает всерьез. То есть либо есть деньги, либо ситуация, когда деньги не совсем важны, потому что денежные вопросы решаются другими людьми или сочетанием других событий, с течениями обстоятельств. Однако мы можем понимать, что человека как раз таки может заволновать то, что касается сферы личных взаимоотношений. И здесь он может получить достаточно большие болевые такие вот ощущения, прям взбодряка такого поймать. Потому что ему ответят сейчас все, кого он обидел хотя бы за последние несколько месяцев. Одновременно может ухудшиться ситуация со здоровьем. Понадобятся какие-то действия, которые будут основаны на платной основе. То есть здесь человек может еще идти в поликлинике больницы, тратить средства на какие-то препараты. У кого-то приступы аллергии могут начаться, причем не только у него, но еще и у семьи. Рядом у кого-то из членов семьи, вплоть до того, что там собачка допустим аллергию какую-то поймает, в семье тоже будут с этим разбираться. И здесь очень явно вот те случайные слова, которые человек может говорить, которые могут обижать людей вокруг, они ему вернутся. То есть вот если имеет такую привычку без конца грязный рот открывать, да ты дура, да ты вообще на себя посмотри и прочее. Вот услышит ровно тоже в свой адрес. Причем от большого количества людей. Если гнобил, например, соседей и вас, то ему прилетит прямо от нескольких людей сразу потом. Не просто так он один раз сказал, ему один раз скажется. Нет, прям какая-то атака такая коллективная, если человек работает вплоть до бойкота или каких-то разборок, когда он в меньшинстве в коллективе может идти такая вот к нему бяда-бяда, огорчение. Но вы знаете, если человек остановится, если он этот урок примет, то в течение до трех месяцев эта ситуация может разрешиться. Если человек не примет этот урок, то он застрянет в этой ситуации. Ему будут даны еще несколько месяцев для того, чтобы все это происходило. И так может происходить вплоть до 10 месяцев от сегодня предостережение и совет. Но смотрите, на себя брать ответственность вам вообще никакую не надо. Переживать, болеть по этому поводу, уходить, пытаться спрятаться от этой ситуации не нужно. Особенно кто-то здесь себя умудрился загадать. Саша, вот кто-то по имени Саша, несколько человек загадали себя. Здесь, смотрите, придется трудиться над ситуацией, но если ситуация не о вас, а о третьем лице, туда не лезьте. Занимайтесь своими делами, потому что у вас дел накопилось много. Отдыхать будете немножечко позже. У вас сейчас вот приперло немножко, да, вы можете открыть сундук с не сделанными делами, они через край прямо. Вот вам нужно как-то это разобрать, прежде чем вы будете обращать внимание на вот этого товарища, которого здесь загадывали. В данном раскладе. Всем, друзья, удачи и благополучия, хорошего, позитивного, машущего котика вам. Удачи, до встречи, до свидания.